Доброе время суток, уважаемые родители. Сегодня мы на нашем семинаре поговорим о проблеме, которая волнует очень большое количество семей. И очень много по этому поводу различных толкований, путаниц, непонятных моментов. Соответственно, в определении, в диагностике, в лечении. Ну и, соответственно, очень много неправильных, неграмотных шагов, предпринимаемых родителями, не передающих еще друг другу в качестве суперрецептов. Речь пойдет о заболевании, о инфекции, так называемых кандидозах или грибковых инфекций, которые достаточно часто распространены. Но, по большей части, имеет место быть и гипердиагностика этой проблемы. Итак, давайте познакомимся поближе с таким страшным зверем, чтобы знать его в лицо, ну и иметь возможность, умение, знание ему, противопоставить ему свои знания. Итак, кандидоз или грибковая инфекция – это острое или хроническое, часто и очень часто рецидивирующее инфекционное заболевание. Еще раз подчеркиваю, это инфекционное заболевание, то есть это заболевание, которое имеет возбудителя, которое, соответственно, передается от больного и носителя к здоровому. Что же является возбудителем кандидоза? Это грибы рода кандида, поэтому он так и называется, это латинское название этого рода. Вот есть там род трубчатых грибов, так под березовики, белые, да, есть другие грибы другого рода, которые вот вызывают инфекционные заболевания. Значит, грибы кандиды, они существуют в виде так называемых почкующихся клеток, то есть это клетки, которые размножаются почкованием, выростами такими. Вот выросла, отцепилась и живет самостоятельной жизнью вот эта почка. Как почки деревьев, когда листочки появляются, вылезает почка, потом она лопается, и новый листик. Также и новая клетка у грибков, она удлиняется, становится длинной цепочкой, но каждая из этих клеток потом живет самостоятельной жизнью. То есть это говорит о том, что они очень хорошо размножаются. Второй момент очень важный, мы к этому вернемся, но вот запомните, это пригодится вам для определения подбора лечения, что с ними делать. Кандиды очень хорошо растут в кислой среде и размножаются. При температуре порядка до 37 градусов, поэтому с одной стороны они погибают при высокой температуре, с другой стороны для размножения внутри организма им нужна кислая среда. Соответственно, щелочную среду они не любят. К этому мы еще вернемся, просто сейчас я прошу это вас запомнить. Грибы располагаются везде, они прекрасно живут во внешней среде, они прекрасно устойчивы к различным факторам замораживания, высушивания, оттаивания. То есть они очень хорошо сохраняются в виде вот таких цист, они очень устойчивы ко всем вашим гигиеническим мероприятиям и благополучно живут на объектах окружающей среды, включая вот те предметы, с которыми общаются ваши дети с очень раннего возраста. Соски, бутылки, игрушки и продукты питания. Соответственно, они очень хорошо сохраняются на руках человека, ухаживающего за больным, причем сохраняются, они там живут где-то до двух недель благополучно. Но очень не любят кипячения, они погибают в течение нескольких минут при кипячении. Значит, грибы рода конида относятся к условно-патогенной флоре. Что это значит? Это значит, что они присутствуют в небольшом количестве, везде, всегда и, в общем-то, ничего не вызывая неприятного. В принципе, их достаточно много видов внутри этого рода. Но наиболее патогенным, наиболее опасным для человека, для ребенка являются грибки кандида одного вида. Ну, я могу назвать их латинское название, в принципе, она нам ничего не даст. Ну, так на всякий случай, альбеканс, кандида альбеканс, вот этот вот вид кандиды, он наиболее неприятен для человека. Значит, кандиды, как я уже сказал, они находятся всегда, присутствуют в человеке, они сопровождают его практически от рождения до смерти. По большей части, не вызывая никаких неприятных последствий. Даже если сдавать анализ на кандиды в этом случае, то их можно высеять один-два раза, как бы транзиторное носительство. Может быть, кратковременное, где-то до месяца у здоровых детей, у здоровых людей, практически не составляя никаких проблем. Ну и хроническое, которое может быть многолетним. Вот здесь мы с вами будем говорить о том, что могут возникать определенные проблемы, особенно это касается людей со сниженным иммунитетом, с какими-то тяжелыми хроническими заболеваниями, со слабленными, недоношенными и так далее. Вот у них все проблемы и возникают в плане патологического действия грибка. Значит, как кандиды попадают в организм? Прежде всего, они, и чаще всего, они попадают в организм внутриутробно. То есть, когда ребенок находится еще в черепе матери, потому что, во-первых, он проходит, они проникают через плаценту. Во-вторых, ребенок может заразиться, когда проходит через родовые пути матери, которая инфицированная грибком. В-третьих, грибки могут попасть в организм ребенка через руки матери. Когда он уже родился, мать начинает за ним ухаживать. Это может быть мать, это может быть персонал, неважно. Вот, соответственно, прежде всего, грибки патологически развиваются и попадают в ротовую полость, и там, в общем, очень быстро образуются колонии. Значит, в принципе, в норме микрофлора ребенка, которая присутствует нормально, она достаточно сбалансирована, и количество тех или иных бактерий у ребенка, будь это ротовая полость, будь это желудочно-кишечный тракт, она достаточно постоянна. И вот сбой этого баланса, нарушение в пользу увеличения того или иного рода бактерий, влечет за собой патологические изменения. И размножение и рост кандиды, в данном случае, оно тоже будет повлекать за собой патологические моменты. Вот, это может быть на любом уровне, это может быть на уровне полости рта, на уровне желудка, на уровне кишечника, и тогда возникает состояние, которое мы называем дисбактериозом, и, соответственно, это заболевание, которое требует лечения. Итак, что же может вызвать поражение ребенка грибками или заболевание кандидозом? Давайте мы это озвучим, и дальше на следующих наших встречах будем говорить. Итак, общие факторы, которые приводят к развитию кандидоза, это нарушение сроков беременности, причем как недоношенность, так и переношенность. Второе, патологическое течение родов, любые изменения в родовой деятельности, аспирация, заглатывание ребенком околоплодных вод, загрязнение околоплодных вод, затяжка в родах и так далее. Дальше, применение антибиотиков, то есть длительная антибактериальная терапия, она приводит к развитию кандидоза, и очень часто доктора вынуждены применять эту терапию, чтобы спасти ребенка, но, соответственно, не идет на пользу. Отсутствие или ранние отмены искусственного вскармливания, потому что вероятность заражения кандидозом сосок, рожков, и содержимое рожков достаточно большая. Ну и снижение иммунитета у ребенка, плюс какие-то аллергические заболевания, заболевания обмена веществ и так далее. Значит, это общие факторы. Теперь мы озвучим местные факторы, которые приводят к данному конкретному случаю. Значит, это первое, кандидозная инфекция у матери. Второе, нарушение гигиены при уходе и кормлении ребенка. Ну, немытые руки, облизывание ложки, облизывание соски. Вот почему-то считается, что если там соска упала, мать ее вот облизнет и даст ребенку, это вот гигиенические правомочия. Ничего подобного. В этот момент как раз и можно заразиться ребенка, в том числе и кандидозом. Не зрело слизистые оболочки рта у ребенка, потому что вот недоношенные дети или дети, у которых не успела по каким-то причинам сформироваться полноценно слизистая полость рта, очень легко цепляют вот эту кандиду, и она там начинает разрастаться. Повреждения зубов, кариуса, нарушения эмали и так далее, и так далее. Там грибки тоже очень любят находиться и так далее. Значит, кроме всего прочего, у детей более старшего возраста использование каких-то конструкций, которые стоматологи дают, назначают ребенку для исправления прикуса и так далее, и так далее. Вот в этих конструкциях тоже живут грибки. Избыточное количество углеводов. Вот здесь тоже будьте осторожны, потому что в диете оно идет, вот очень любят грибки, такие вещи. Неправильная гигиена полости рта. Значит, с самого раннего возраста полость рта нужно обрабатывать, нужно чистить. Понятно, что там ни щеткой, ни пастой, но тем же содовым раствором слабым, теми же какими-то гигиеническими процедурами должны быть. Ну и воспалительные процессы полости рта, то есть после там стоматита или другие какие-то инфекционные моменты, они очень быстро приводят к распространению кандидоза. Как уже прозвучало в том, что я говорю, на этом мы с вами первую часть нашей лекции закончим, кандидозы могут быть разные по течению, они могут быть острые, они могут быть хронические, они могут быть разные по локализации, то есть это может быть в ротовой полости, это может быть в полости миндалин, это может быть в глотке, это может быть в желудке, кишечнике и так далее. То есть они могут быть достаточно разные, они могут быть и на скоже, не на слизистые, а на коже, различные виды потниц, различные виды молочниц, не только полости рта, но и складок на теле у малыша, то есть это все нужно обращать внимание. Как это проявляется и как это лечится, мы об этом поговорим на следующих наших встречах. А сейчас я с вами прощаюсь. Всего доброго, до новых волнующих встреч.